Срочно в номер! Друзья, обнаружена огромнейшая концентрация интересных людей вот в этом месте. Это место Raw Family. Пойдемте, я вам его покажу. Пойдемте со мной. Добро пожаловать в пространство ресторана Raw Family. И сейчас мы с вами пообщаемся с одним из таких интереснейших людей. Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Петрова, и это мой проект «Возвращение к себе». Сегодня я в гостях у основателя движения Raw Family. Юра Ра. Юра, привет! Привет! Тоже приветствую всех зрителей. Солнечный день, хорошее настроение и живое пространство. Да, и живое пространство. Оно всегда радо принять людей, которые развиваются и которые просто улыбаются. Юра, ты знаешь, как я тебя описываю, когда мне нужно рассказать о тебе, человеку, который не знает тебя? Я говорю, что ты русский Ричард Брэнсон. Знаешь такого товарища? Не знаю, но... Не знаешь. Ну, посмотри, мне кажется, очень похоже, знаешь, вот этим духом приколиста и какой-то свободой по жизни. Легкость. Легкость восприятия мира, когда человек принимает мир, и та информация, которая в него входит, она также легко выходит. Самое главное — это чистое сознание, искреннее намерение. Когда это есть в человеке, у него все получается. Скажи, пожалуйста, а ты с детства был каким-то особенным или тебе... Ну, в особенном смысле ты знал свой путь с детства, или же у тебя был такой момент, когда ты искал себя, пробовал что-то? Я бы сказал, что каждый ребенок особенный. И сильный дух, он отличается тем, что его не ломает система, не ломают, к сожалению, родители. Он продолжает провиваться к свободе и любит мир. Когда ты любишь мир, это и есть особенность. Когда ты его воспринимаешь как частичку себя, и с ним разговариваешь, как дети разговаривают с букашками, с муравьями. Они верят в то, что им с ним это на самом деле. Вот ты сказал сейчас про систему, в которой мы живем. И действительно, у нас с детства пытаются задушить школы, детский сад, родители, какие-то обязанности. Как можно выйти из этого? Можно сказать по-разному. Пытаются задушить или пытаются развить? Я бы сказал, пытаются развить. Представь, что ты бегаешь с камнями. После этого, когда ты бегаешь с камнями, ты становишься здоровее. Также система. Это те камни, которые можем положить и стать сильнее. Я считаю, что система, она нам помогает развиться и стать сильнее. То есть не нужно с ней бороться, нужно ее воспринимать как тренажер такой. Нужно бороться со своей ленью, со своей слабостью, со своей глупостью. Слушай, ну а как же быть сознанием, когда у людей сознание такое, что они не видят выхода за рамки? То есть у них запрограммирована вся жизнь, грубо говоря. Школа, университет, работа, пенсия, смерть. Все. Мы можем представить рамки. Рамки — это рамки нашей квартиры. Рамки — это рамки нашего города. И бескрайний океан любви. Или солнце, которое вечно дает энергию. Если человек активизирует свое внимание на солнце, на океане, в нем энергия, как в этом океане, как в солнце, и он не видит этих рамок. Эти рамки ему кажутся смешными. Пускай они будут в системе, пускай они будут в родителях. Но излучая свет, один человек способен уже поменять систему и поменять людей. Поэтому мы не должны говорить, какая плохая система. Она никакая. Главное — наше отношение к миру. Если мы к миру относимся позитивно и развиваемся, то мир преображается от нашей энергии. Вот и все. Скажи, пожалуйста, ты открыл первое в Москве сыроедческое кафе. И не было каких-либо опасений по поводу того, что этот проект не раскрутится. Все-таки это очень узкая ниша. И у нас много мясоедов, пиво. Пиво. Как это называется? Пиво пивов. Я не знаю. Здесь вопрос в том, что мы можем давать людям на самом деле только то, что сами в себе несем. Ты когда готовишь дома от души, ты боишься, что тебе это не понравится? Если от души нет, не боюсь. Ну так же я делаю. Когда я делаю что-то для души и от души, на самом деле мне даже не важно, успешный будет проект или нет. Я сам от этого получаю радость. То состояние радости в процессе, которое ты делаешь, и есть активация божественной энергии внутри тебя. Есть активация света. Я это делаю ради этой активации. Понравится, не понравится. Это у каждого. Ты не сможешь всем угодить и всем понравится. Поэтому об этом думать, ты же зря терять время. У меня не было сомнений, я просто шел вперед. Движение жизни, да? Да. Мы все динамо-машины, которые вырабатываем энергию, и эта же энергия потом стимулирует нас. То есть задача создать пространство, которое само стимулировало тебя к развитию. К примеру, я пишу стихи, но я их плохо читаю. Я читаю здесь стихи и учусь читать их лучше. Что касается и арт-терапии, танцев и иностранных языков. Это пространство, которое постоянно аккумулирует энергию, и люди приходят сюда не просто, скажем, посидеть. Они приходят сюда пообщаться и стать чуточку более развитыми, скажем так. А ты как-то выделяешь свою миссию в этой жизни, в этом мире, или ты просто живешь в потоке? У нас у всех одна миссия. Какая? Не реализовать себя хуже к смерти. Когда человек себя реализует, это истинная миссия. Все остальное иллюзия. Если каждый поймет, что он должен себя реализовать, он прекратит заниматься ненужными делами. Он прекратит суетиться и прекратит чувствовать себя стеснительным или неловким. Это путь. Если каждый человек поймет, что он рожден здесь, чтобы реализовать себя, этого достаточно, чтобы двигаться правильно. А как найти, в чем себя реализовать? Дай, пожалуйста, какие-нибудь практические советы, может быть, вопросы, которые себе нужно задать. Ты знаешь, все гениально очень просто. Чтобы себя реализовать, нужно двигаться. Ты можешь заниматься одним, другим, третьим, четвертым, только не залипать. Это и есть процесс твой самореализации. А тот жизненный опыт, который ты накапливаешь, это и есть та энергия, которая тебе даст силы. Если этой энергии будет много и жизнь будет интересная, то люди перестанут стареть. Могу привести один хороший пример. Мне один знакомый рассказал, как он организовал семинары. Приехало несколько тысяч человек. А помощники не приехали. Как так случилось? Ну, бывает в жизни всякое. И он в течение двух недель, он не спал, не ел, он общался с людьми и показывал разные практики. При этом произошло чудо. Что произошло? Человек стал выглядеть моложе, похудел и стал сильнее. Вечный двигатель. Клеточки начинают омолаживаться, когда ты себя реализуешь и отдаешь энергию бескорыстно. Это очень древние практики. И этот человек, он сказал одну вещь. Я понял, что такое праноедение. Это когда ты в потоке действия. Это не когда ты праноед и говоришь, получаешь за это деньги. Это не когда ты что-то несешь и говоришь, я это делаю. А когда это естественный процесс, и ты отдаешь. Это дает огромную мотивацию, движение внутреннее. Только человек, который отдает, он может ее понять. Поэтому я учусь, так же, как и все мы. То есть возраста как такового не существует? Мы не должны стареть. Рамки твоего сознания, конечно. Мы должны молодеть. Я хочу сказать, что мастер, он обретает мудрость с годами. И человек, которому 90 лет или 100, он практикует, он моложе тому, которому 20. Он не может быть старше. У него тело более гибкое, он более быстрый. Он знает больше. И мужская сила для начатия детей у него также более сильная, интересная. Только мы сдаемся очень рано. Или сами себя программируем. То есть мы можем, в принципе, существовать. Сколько лет ты хочешь прожить? Неважно. Мне главное, как я проживу. Я готов прожить один год и многое сделать и уйти. Ну не, не надо. Еще рада, Юра, оставайся. Нет, я просто говорю, я не цепляюсь. Потому что возраста нету, так же, как и времени. Когда ты спишь, ты за минуту можешь увидеть больше, чем в жизни событий. Ты попадаешь в другое состояние. Жизнь — это, на самом деле, игра наших ощущений и восприятие наших эмоций. То есть ты советуешь людям, во-первых, двигаться и потом пробовать, пробовать. И не зацикливаться на том, чтобы больше прожить. Это жадность. Я хочу прожить многое. А зачем? Я хочу прожить свою жизнь и прожить ее качественно. Это здорово. Юра, мне кажется, ты один из тех людей, который смог достигнуть баланса жизни, материального и духовного. Потому что очень часто люди либо материальны, либо уходят в духовность, становятся нищими эзотериками, ищут просветление. Как найти баланс, как прийти к нему? Я бы даже сказал нищими эзотериками. Я бы назвал это станье эзотерическими бомжами. Человек, который говорит, что он несет свет, но при этом у него нет материальной базы. Я считаю, что это как в школу. Ты ходишь, обретаешь материальную базу. Ты ходишь, развиваешь физическую базу. После этого ты можешь перейти уже на какие-то духовные практики и знания. То есть духовность должна образовываться на материальном. Конечно, конечно. И по-другому никак. Когда человек, я могу сказать, ты такой мудрый, почему ты такой бедный? И он скажет, я такой бедный, потому что мне не важны деньги. Может задать вопрос, у тебя были большие деньги? Он скажет, были, но он наврет. У него не было больших денег. Он ушел, и так мы возьмем монастырь. Живут монахи. Сколько у них настоящих монахов? Может быть, ни одного. Кто-то ушел, потому что у него не ладится с девушками. Кто-то у него проблемы в семье. Кто-то, потому что он закомплексован и считает, что он будет служить Богу. Вот монастырь, реально, мы с тобой разговариваем. Потому что, когда человек служит, и его служение своей сути, духу своих предков, он себя реализует, это и есть правильный бектор направления. Мы всегда говорим о событиях, но никто не говорит о направлении. Я считаю, когда человек скажет о направлении, это самое главное. Уже события подстраиваются под направление, как геометрия. Я люблю говорить о направлении и люблю говорить о сути. Поэтому баланс, он не может быть достигнутым ни у кого. Он постоянно достигается. Это беспрерывный процесс, как динамо-машина. Мы себя заряжаем, отдаем. Можно сказать, когда мы отдаем, мы теряем баланс. Нет. Мы постоянно в нем. Когда мы двигаемся, мы постоянно в балансе. Движение — это жизнь. Есть движение внешнее, есть внутреннее. Есть глубинное движение подсознания. Ты можешь лечь на землю зимой и почувствовать дыхание с земли и согреться. Я пока плохо представляю себе. Мир настолько интересен, насколько ты расслабленный. Вот эти практики, они все ведут к одному — к расслаблению, к очищению сознания. Когда человек научится расслабляться, очищая сознание сам, взаимодействуя с природой, ему не нужна ни йога, никакие не практики. Как этому научиться? Научи нас, пожалуйста. Любить. В свое время, мне было 14 лет, я пришел на озеро, и во мне было столько любви, что я посмотрел на это озеро, на этот лес, у меня закружилась голова, и я просто лег и вырубился. Это было зимой? Это было осенью или весной. И лежал, на самом деле, очень долго, и я понял, что когда входишь в другие состояния, меняется ритм сердца, меняется дыхание, меняются процессы, которые существуют в твоем организме. Вот эти другие состояния, они, когда приходят естественно от любви, во взаимодействие с природой, они твои. Они, когда тебя водят в транс, трястись, и ты не понимаешь, что ты делаешь, а ты в толпе людей. Лучше быть одному с духом природы, чем в толпе людей, которые не знают, куда идут. То есть нужно чаще на природе тоже бывать? Да, я могу рассказать смешную историю. В Праге ее рассказывают, как шел один автобус, его называли не автобус, а пешкобус, потому что люди шли пешком и просто платили по 5 евро. И стояли два пассажира, они сказали, можно ехать в пешкобусе? Говорят, да. Ну и говорят, только у нас одно место. Вот один заплатил 5 евро, и они идут толпой, а другой идет рядом. Ну он не может идти в толпе. И он говорит, а в чем разница, что вы идете пешком в пешкобусе, а я иду пешком? Он говорит, нет, разница в том, что я заплатил 5 евро, а ты нет. То есть это так же то, что касается практик. Идя не в пешкобусе, ты обретешь больше практики, больше знаний, чем идя в толпе людей. Ты говоришь про то, что пока человек себя не познал, ему не нужно читать книг, а после и тем более. Откуда же черпать мудрость? Я говорю, что можно прочитать очень много книг, и когда ты их прочитал, у тебя просыпается родник, и после этого ты можешь брать энергию напрямую. Меня спрашивают, вы читаете книги? Я говорю, нет. Но я не говорю людям, не читайте книг. Да, может быть, я неправильно как-то прочитала. Я говорю, что вы можете читать книги, но это хлам, если вы не прочтете инструкцию своей души. Это именно так. Потому что человек, он читает книги, но он не знает, как он. А кто читает книги? Он сам не знает, кто. Потому что его восприятие мира, оно не имеет фундамента. Поэтому вся информация, она идет никуда. Каша в голове. Чем больше каши, тем больше напряжения и стеснения, он не развивается. Многие люди, которые советуют прочитать книги, у них напряженный лоб и напряженная спина. Мне хочется сказать, отдохните, поплавайте в море, поднимайте деревья и не читайте книги хотя бы полгода, чтобы очистить свое сознание. А потом уже потихонечку делайте маленькие шаги, но с вами. То есть нужно обрести целостность? Конечно. И уже после этого можно знания включать в свою жизнь? Да, да. Скажи, пожалуйста, каким людям приходят деньги? Ну, смотрите, есть два вида людей. Есть люди, которые бегают за деньгами. Можешь представить молодого человека, который за тобой постоянно бегает? Да. И он делает все, чтобы тебе понравиться. Понравится ли тебе такой молодой человек? Нет. Ну, так же и деньгам. Можно сказать, деньги – это женщины, как госпожа удача. А если ты придешь домой и сделаешь свой дом так идеально, что там будет такая атмосфера, что ни одного насекомого, ну, там не будет ни мух, ни тараканов, там будет очень чистое. Если ты приберешь свои вещи, если начнешь заниматься спортом, выстроишь свою внутреннюю динамику, будешь хорошо выглядеть, кучу девушек захотят просто сесть с тобой в машину, приехать домой. И это же есть финансовая энергия. Если мужчина нравится многим девушкам, от него идет свет, к нему идут деньги. Деньги и женщины – это нижняя часть, это сексуальная энергия, на которой устроен, к сожалению, наш мир потребления. Мне интересно быть вот здесь, но, к сожалению, когда я общаюсь, я всегда хожусь здесь. Ну, таковы вопросы, поэтому я здесь. То есть вопрос о деньгах я сразу говорю вот отсюда. Поэтому нужно аккумулировать столько энергии, чтобы госпожа удача. То есть деньги захотелось прийти к тебе в гости и остаться ночевать на твоей постели. Ну, ты можешь ее пустить, можешь не пустить, если ты высокий, тебе это не важно. Но она будет постоянно ходить с тобой. Вот это финансовый поток. Не бегайте за ним, а создайте так магнетизм, чтобы он шел за вами. Все очень просто. И это тоже ведь из целостности идет? Из целостности. Это те опыты, когда мы в свое время с другом приехали в Прагу, и он мне говорит, пойдем познакомимся с девушками. И бегал, бегал, бегал за ними. Просто бегал по городу, как сумасшедший. И с кем не знакомился? Он знакомился, но ничего не получалось. Я говорю, мне неинтересно. Я просто включил, смотрел сериалы на чешском языке, выучил чешский. Потом я занимался спортом, пришел в зал, и ко мне стали подходить девушки, и мне говорят, ты жмешь большие леса, как ты такой? Я стал практиковать чешский. И потом вокруг меня было столько людей, известных, интересных, которые хотели со мной общаться. Он как бегал, так и бегал. И он ненавидел меня, говорит, как? Я не тратил энергию на это, тратил энергию в себя. Очень хороший человек, известный, Ярамир Ягар. Я его лично знаю, он сказал такую вещь. Когда мне было 18, я играл в хоккей. Мои друзья пили пиво и спали с женщинами. Когда мне было 25, я играл в хоккей. Мои друзья пили пиво и спали с женщинами. Мне 32, я играю в хоккей, у меня куча поклонниц, я миллиардер. Мои друзья уже не могут спать с женщинами, только пьют пиво. И нет денег. Ты что, там не смылась? Соответственно, куда мы посылаем точку внимания, то мы получаем. Молодым людям, которые хотят заработать, они должны понять, что единственная точка внимания – это внутренний взор и прокачка себя, а не желание тупо заработать и бегать с бесячими глазами, с тайками, где мы заработаем. Большинство только бегает. В тусовке был, а денег не нажил. Как ты считаешь, какие главные качества должны быть у мужчины? Ну, я об этом говорил в небольшом ролике на ютубе. Но скажу, мужчина от слова «может». Мужчина, который прошел как минимум 3 искушения. Это искушение деньгами, деньги не поменяли его сумму. Это искушение власти и искушение женской энергии. Во многих фильмах мужчины – друзья. И делятся деньгами военных, спасают друг от друга от смерти и за женщины готовы друг друга убить. Нет, мужская дружба – это первое, женщина – это потом. Когда мужчина выстраивает, он это понимает. Мужская дружба – это святое. И женщина должна понимать эти вещи. И, соответственно, власть. Мужчина должен относиться к людям, с которыми работает, так же, как относится к себе. И, соответственно, искушение деньгами. Потому что деньги меняют сознание, меняют людей. Если мужчина прошел этого змей Горыныча, и он его не сожрал, это мужчина. Да, потому что эти три горловые, они постоянно его искушают. Как в русских сказках, как везде. И поэтому мужчина, когда он реализован, он может научить девушку. Я тебе могу задать вопрос. Тебе. Чему тебя научили мужчины, которые были в твоей жизни? Отвечай за секунду сразу. Опыт? Нет, нет ответа. Я тебе отвечу за мужчину, за тебя, к примеру. Я вот сижу, они меня научили английскому, испанскому, они меня научили плавать, они меня научили танцевать, они меня научили очень многому. Понимаешь, могу дальше говорить. Вот это есть любовь. То есть, если у женщины было много мужчин, когда ее спрашивают вот так, чему тебя научили? Она не может формировать и говорит любить. Ну, общие фразы. Нет. Должны быть конкретные действия, а не есть любовь. Мужчина ушел, а это состояние осталось. И вот это состояние есть энергия мужчины. Поэтому, когда женщина знакомится с мужчинами, она смотрит и считает, что он меня научит. Так он сам напрягся, он просто хочет со мной переспать, у него есть деньги. Но он пустой, он меня ничего не научит. Это не мужчины, это утопия. На вот эти состояния долго не пробудешь. То есть мужчина должен быть выше. Мужчина должен быть здесь, здесь, здесь. Ну, в других состояниях. Он должен быть мужчина. Он должен посмотреть на тебя и так, чтобы у тебя не было ни одной мысли в голове, чтобы дыхание сперло, и ты поняла, что неважно, и что это просто такой поток, что я буду расцветать. Расцветать, цветение души. Мужчина — дух, женщина — природа. Чем сильнее дух, тем природа расцветает. Мы семя, вы природа. Все очень просто. Когда женщина знает, что она земля, это хорошо. Когда мужчина знает, что она семя, это отлично. Тогда нет такого. Эмансипация, тебе можно, мне нельзя. Природа, она должна быть чистая. Мужчина — семя должно быть сильное. А какая должна быть женщина, земля? Расслабленная, принимающая? Животворящая, творящая и отражающая живую энергию. Никогда женщина себе несет, как в коктейле, энергию разных мужчин. Это неправильно. Это женщина с опытом — это отвратительно. У мужчины с опытом, а женщина чистая. Чистота. У мужчины искренность. Искренность — это как меч. Чистота — это как восприятие искренности. Тогда есть гармония, тогда рождаются хорошие дети. Все очень просто. Качествах можно говорить о многих, но я скажу об основных качествах. Это как чистота и искренность. Если бы каждая девушка знала, что у нее есть две энергии основных. Первая энергия — это сила ее рода. Опять же, чтобы родители жили вместе, чтобы они развивались, любили друг друга. Это сила рода и чистота. Она сохранила себя для одного мужчины и не гуляла с кем попалом. За эти две вещи на Руси уважали девушек. Их считали веста, животворящая энергия. Земля непаханная. Чернозем. Куда ты сажаешь семя, оно растет. И можно огород вырасти, он будет питать себя всю жизнь с радостью. Вот и все. Ты хочешь семью? Я к ней готов. Сказать хочу, это значит, я прошу попрошайка. Дайте мне, пожалуйста, я хочу. Нет, не хочу, я готов. Вот я вот так раскрываю, говорю, я готов. Состояние готовности. Девчонки, налетайте. Я говорю, какая должна быть девушка. Она должна не иметь опыта общения с мужчинами и быть из хорошего рода. Все. Юра, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, влияет ли питание на сознание и на судьбу человека? Ну, здесь вопрос даже не в питании. Вопрос, как выстроен твой вектор направления. Мы говорим о сыроедении, мы говорим о вегетарианстве. Но когда об этом люди говорят, они не говорят о главном. Я считаю, что главное – это не врать. Когда ты говоришь правду, это лучше. А питание – это седьмой пункт. Потому что у меня есть друг сыроед, он семь лет сыроед. И я ему подхожу, говорю, я очень хорошо к тебе отношусь, очень уважаю. Но я иногда ем варенку. Он говорит, ну, Юра, ты так плохо делаешь. Я говорю, это не важно. Важно, что ты много людям отдаешь, и ты не врешь. А он ест правильно, но он не отдает. Смысл. У него энергетика немножко пробита. Он говорит, у меня нет счастья. А я говорю, у меня нет времени думать, что у меня нет счастья. То есть он получается, да, я чувствую разницу. Один человек живет, другой думает, что живет. Зачем мы говорим и думаем о питании? Это не имеет значения. На самом деле, не имеет значения, что ты ешь. Имеет значение, как ты поступаешь к людям, что ты делаешь. Если ты несешь свет, несешь правду, это не важно. Я скажу более высокую вещь. Вот смотри, ты вдохнула – негатив, а выдохнула – позитив. Мы трансформируем. Даже если человек поел неправильно, но он мощный трансформатор, и еда уже не влияет на него организм, это хороший уровень. А если человек, ой-ой-ой, я поел вареночки, потому что есть питание, а есть качество еды. Никто не говорит о качестве еды. Качество еды, скажу, что такое питание, в Москве невозможно правильно питаться. Да невозможно. Почему в Рафэмэли можно прийти? Правильное питание, я могу говорить долго-долго-долго, это все будет правильно. Это когда ты сам выращиваешь, когда без нитратов, без химозы, без супермаркетов. Это правильное питание. В Рафэмэли, к сожалению, какие-то продукты покупаются на базе. Ну невозможно. Я не скажу, что у нас есть ферма Рафэмэли, которая выращивает. Я не хочу обманывать людей. И совершенствование, просто показываю, нет предела. Вот правильное питание – это правильное сознание, которое постоянно эволюционирует и идет к совершенству. Вот это и есть правильное питание. А люди врут, они говорят, мы сыроеды, сами срываются на варенку, потом они говорят, а мы уже там сокопит или еще какую-то. Я думаю, что это просто нездоровый мозг скачет, как блоха, и ищет привлечение внимания. Не важно, как ты ешь, важно, что ты сделал. Мне все равно, что ты ешь, покажи, что вокруг тебя. Покажи, что ты создал. Нет, я правильно питаюсь, ну и что? Некоторые думают, что они так эволюционируют. Но мы же не будем говорить о том, как мы ходим в туалет и рассказываем. Но мы об этом всегда рассказываем, когда говорим про питание, я уже устал. То есть это всего лишь средство? Это средство, это не суть. И то, которое можно отказаться от питания и перейти на прану? Конечно. Можно перейти на прану, когда ты в действии и создаешь. Тогда вокруг тебя столько людей, и тебе идет обмен энергиями. Ты даешь людям позитив, идет благодарность. Ты наполняешься от благодарности энергии и даешь позитив. Вечный источник энергии. Когда на таком ты праноед, а не когда ты сидишь, праноед где-то и непонятно зачем. Все должно иметь естественный ход и должно иметь смысл. Многие люди делают многих шаги, не имея смысла. К чему они идут, непонятно. Скажи, пожалуйста, ты еще говорил, что нам важно развить себя в этой жизни. Для кого-то развить себя, заработать денег, для кого-то поднять больше веса. Как нам понять, что наша цель какая-то более высокая? Не ставить цели, поставить, что у нас одна цель – это идти и развивать себя бесконечно. Поскольку когда расширяешься, мир вокруг тебя расширяешься. Это как начало без конца. Звучит очень красиво. Когда мы сейчас начинаем и не заканчиваем, а у людей в голове немножко поменялось. Это и есть начало без конца. И задача, чтобы после нашей встречи люди сами себя стимулировали, а не искали гуру. Чтобы они сами себя вдохновляли, а не искали вдохновения. Вдохновение. Мужчина ищет вдохновение в женщинах. Нет. Каждый мужчина – это мускусный олень. Он сам себя вдохновляет. Сам себя накручивает. Так же, как и женщина. Единственное, что нам дает вдохновение – это природа. То есть, когда мы поймем, что находясь при своем роде, гуляя по лесу, мы можем вдохновлять себя сами, мы сможем вдохновить других людей. Мы не будем вампиры. То есть, задача – человеку стать донором и перестать зависеть от какой-либо энергии. Это может быть деньги, это может быть питание, это может быть социум. Зачем об этом говорить, если мы знаем суть, что мы не иссякаем источник энергии. Это и есть наша суть. Да, очень вдохновляющие слова. Я желаю, наверное, каждому нашему зрителю соединиться с собой. Юра, может быть, ты прочитаешь какое-то вдохновляющее твое стихотворение, чтобы, знаешь, так люди услышали его. Я прочитаю просто про то, что мы говорим, что наша жизнь, когда она не имеет границ, она наша жизнь. Оно очень простое, оно может быть не вдохновляющее, но оно реальное. Кто придумал время, тот не знает солнца. Ходим мы по кругу, плачем и смеемся. Делаем попытки в мире стать мудрее. Мир ограничений, правил и халдеев. Кто не знает смысла, тот кричит о нем. Если есть границы, то свобода в чем? Класс. Спасибо. Благодарю.